давайте сегодня приготовим очень вкусный интересный обед в принципе такое блюдо подойдет отлично и на ужин в нем достаточно полезных витаминов микроэлементов а продукты которые для него понадобятся самые простые вот они и так приступим такие баклажаны готовлю на протяжении сезона регулярной каждый раз удивляюсь насколько легко быстро и просто приготовить вкусное оригинальное полезное блюдо вот продукты которые нам понадобятся запоминайте фиксируйте и приступаем готовки берем наши баклажаны разрезаем их на половинки вот так как делаю я на видео дальше делаем надрезы в виде сеточки разрезаем надрезаем напомню что с помощью своих рецептов я похудела на 16 килограммов за последних четыре месяца если хотите также идти к своему здоровью давайте готовить вместе подписывайтесь и будем заниматься собой берем чесночок и нашпиговываем наши надрезы чесночком можете взять побольше чесночка можете поменьше зависит от вашей любви к острому дальше солим перчим немножко у меня смесь перцев прям вот так все на доске и делаем посыпаем дальше поливаем соевым соусом конечно можно это сделать в отдельной емкости хорошенько замариновать баклажанчики но я человек экономом времени и наверное посуды даже несмотря на то что есть посудомойка поэтому делаю все максимально быстро с экономии всего подряд так дальше берем красную паприку не острую именно красную и посыпаем наши баклажаны я последний раз купила вот такую изумительную паприку очень вкусная ароматная хорошенько посыпаем баклажанчики как я делаю это на видео и растираем эту смесь втираем даже баклажаны чтобы она легла ровным слоем пока вы смотрите видео как я готовлю не забудьте поставить лайк вам не трудно а мне приятно также я с удовольствием всегда отвечаю на ваши вопросы комментарии пожелания может быть вы хотите чтобы какой-то рецепт я приготовила я это сделаю дальше берем помидорки рубим их на кубики произвольного размера но желательно поменьше чтобы не сильно торчали из наших баклажанов и посыпаем наши баклажанчики сверху под этими рубленными помидорами выглядит уже мне кажется неплохо довольно аппетитно несмотря на то что все пока еще сырое сейчас осень и самое время запасаться витаминами из спелых созревших овощей фруктов не отказывайте себе в овощах ни в коем разе готовьте из них ешьте их сырыми и тогда ваш организм и ваше тело ваше здоровье скажет на вам за это большое спасибо сверху выкладываем ломтики сыра потом берем фольгу и накрываем форму которую мы выложили наши готовые частично готовые баклажаны и отправляем в духовку ну что вот мы отправили наши баклажанчики в духовку а сами уже заняться своими делами у меня прошло прилично времени больше 30 минут в принципе для готовки достаточно 30 минут духовке при 170 градусах и вот мои баклажаны готовы приятного аппетита обязательно поделитесь как вам рецепт и как его такая подача